...процентов в год, что значительно опережает темпы роста экономики. Увы, это так. Но на вопрос, доверяете ли вы суду, этот вопрос у нас сформулирован прямо в заголовке слайда. Доверяете ли вы судебной системе? Респонденты ответили по состоянию на 4 года назад, только лишь один из 5 выросил доверие, а точнее 19,1 граждан России. Аналогичный показатель был 7 лет назад, проводили измерения. Они опубликованы в качестве приложения к программе развития судебной системы Российской Федерации на период 2013-2020 годы. Это официальная статистика. Поэтому, какие здесь возможны альтернативы? Как мне представляется, наилучшая альтернатива разрешением споров является процедура медиации. Или медиация плюс арбитраж, но в том значении, в котором это принято говорить в международном праве. Под арбитражем понимается частное, негосударственное правосудие. Что это такое, мы познакомимся в процессе наших занятий. А пока давайте попробуем обратиться к следующему слайду. Номер 3. Сравнение законов. Закон об арбитраже, третийском разбирательстве с одной стороны, и закон о медиации с другой стороны. Итак, я привожу, определяю понятия в соответствии с законом об арбитраже. Это модель, когда спор урегулируется с помощью нейтрального участника в силу достигнутого соглашения между сторонами или в силу закона, обязывающего стороны выполнить выработанное решение. А медиация – это участие нейтрального, опять же, участие, которое помогает выработать решение, исполняемое добровольно. Аналогия есть. В одном случае, в первом случае действуют правила состязательного рассмотрения спора, когда доказательства каждый из сторон приводит самостоятельно в защиту позиции, избранной ею. Либо интеграционный способ, когда рассматривается спор по широкому спектру вопросов с учетом интересов сторон в случае медиации. Итак, формулируем первое – истец, ответчик, стороны. Это в случае закона об арбитраже. А как в случае закона о медиации? Что вы об этом думаете? Ну, поскольку мы закон о медиации уже так или иначе неявно читали. Так, Денис Игоревич, у нас исчезло ваше изображение. Веб-камера. Сейчас, сейчас, сейчас. Есть, несложно. Ну, давайте вспомним нашу предыдущую медиацию, да, Ирина Владимировна. Вот, например, помните, мы с вами спорили, как супруги, находясь в роли супругов. В этом случае можно одним термином назвать «стороны участники медиации». Вы, пожалуй, согласитесь со мной, да? Если вы чуть-чуть подвинетесь, будет совсем хорошо, потому что только половинку лица видно вашего. Вот теперь хорошо. Арбитражное учреждение. Аналогия. Организация медиаторов очень просто. Организация медиаторов. Что говорите, Денис Игоревич? Организация медиаторов. Правильно. Но в российском законодательстве это называется довольно пафосно. Организация, содействующая осуществлению процедур медиации. Хотя по смыслу это просто организация, как аналог коллегии адвокатов. Вы представляете себе, что такое коллегия адвокатов? Ну, а что такое медиаторы, которые решили совместно снимать офис, написали единые правила и, например, совместно занимаются маркетингом услуг медиаторов? Это организация медиаторов. В этом смысле вот, пожалуйста, у нас Виктор Александрович... ...